Один неверный шаг на дороге может решить дальнейшую судьбу человека. К сожалению, цифры статистики подтверждают, что оступившихся, как среди водителей, так и пешеходов, стало слишком много. Увы, среди них есть дети и подростки. Жизнь самое дорогое, что есть у человека. Но когда на кону стоит жизнь ребенка, все остальное становится неважным. Именно так рассуждает любой родитель. Главное понимать, что иногда именно от родителей зависит поведение ребенка, в том числе и на дороге. Сегодня трудно представить жизнь людей без современных средств передвижений. Но именно наземный вид транспорта является наиболее опасным для человеческой жизни. Самым ненадежным видом транспорта привыкли считать воздушный. Однако цифры статистики утверждают совсем иное. В автомобильных авариях за год в мире погибает в 10 раз больше людей, чем в авиакатастрофах. За этот год в Славянском районе произошло 69 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 15 человек. Среди них 7 происшествий с участием детей. Такое количество аварий настораживает сотрудников ГИБДД. В преддверии 1 сентября Дня знаний вопрос о безопасности детей на дорогах у сотрудников дорожной полиции стоит на особом контроле. В преддверии 1 сентября хотелось бы напомнить водителям, которые являются также и родителями данных детей, о том, что необходимо соблюдать правила перевозки детей, детские удерживающие устройства применять. Особенно родителям первоклассников надо в первую очередь показать безопасный маршрут движения ребенка из школы и обратно. Несколько раз его провести по этому маршруту, чтобы ребенок запомнил маршрут следования. Рассказать ему о всех опасных местах на маршруте, то есть это светофорные объекты, улицы с интенсивным движением транспорта. Рассказать им о том, что нужно переходить проезжую часть по пешеходному переходу. Этот вопрос в Управлении образования также стоит на первом месте. В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма специалисты Управления образования к 1 сентября также организуют акции по безопасности дорожного движения. Одна из них – красочные детские рисунки, которые дети подготовили сами и в День знаний будут раздавать водителям. Цель – напомнить автолюбителям, что они в ответе не только за свою жизнь, но и жизнь других людей. В школах района 1 сентября пройдёт ещё одна акция, направленная на профилактику детского травматизма на дорогах. 1 сентября в преддверии первого звонка с половины восьмого утра будет проводиться акция «Безопасный перекрёсток», в которой будут принимать участие школьники, старшеклассники, сотрудники ГАИ и ДПС с привлечением аниматоров, с привлечением ростовых кукол. Проводится эта акция для того, чтобы напомнить ещё раз детям о правилах дорожного движения, привлечь внимание взрослых к проблеме дорожно-транспортного травматизма. Также 2 сентября во всех школах края состоятся уроки безопасности. В этот день в образовательных учреждениях будут проводить викторины, круглые столы на тему пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. Школьники встретятся с сотрудниками ОВД, ГИБДД, ГО и ЧС. Екатерина Марченко – мама двоих детей-пятиклассников. Всегда переживает, когда они за пределами дома. Находиться с детьми всегда рядом физически невозможно, говорит Екатерина. Работа не позволяет. Поэтому в семье Марченко регулярно проводят профилактические беседы с детьми на тему безопасности. Конечно, ведутся беседы по этому поводу. И рассказываем в первую очередь о правилах дорожного движения. То есть дорогу переходить только по пешеходному переходу, либо по светофору. Естественно, что переходить нужно на зеленый свет, на желтый нужно еще стоять, на красный тем более стоять. Только в положенных местах. Но наши дети взрослеют, и, конечно, сейчас такая жизнь у нас такая, что дети рано взрослеют и становятся самостоятельными. И для того, чтобы их жизнь ничего не угрожала, чтобы безопасно все это происходило, их прогулки, в ту же школу, в библиотеку, на спортивную секцию. Конечно же, они должны знать о правилах дорожного движения, как себя правильно вести на дороге, на тротуаре, на пешеходном переходе, на светофоре. И, конечно, об этом с ними нужно разговаривать, учить. Екатерина Марченко считает, что именно родители должны объяснять, а главное – показать на собственном примере, как правильно нужно переходить дорогу и, в общем, какие правила дорожного движения необходимо соблюдать. Ведь дети всегда берут пример со своих родителей. Наша съемочная группа провела опрос среди школьников и выяснила, что они знают о правилах поведения на дороге. На дороге нужно быть аккуратно. Сначала уже в правую сторону посмотреть, потом в левую. Если светофор обычный, то тогда нужно на красный свет переходить. А если он с человечком, то тогда нужно, когда загорается зеленый человечек. Мне учителя и родители рассказывали, что на дороге надо себя вести очень аккуратно, потому что есть водители, которые очень быстро ездят. Я перед тем, как перехожу пешеходный переход, я сначала смотрю направо, прохожу половину пути, смотрю налево. И дальше перехожу дорогу. Меня мама с детства учила, как переходить пешеходный переход. Надо вначале посмотреть налево, потом направо, а потом прямо. Прямо. Если машин нету, можно переходить. А еще мне мама говорила, что есть такой светофор, и на нем три цвета – красный, желтый и зеленый. На красный надо стоять, на желтый надо приготовиться, на зеленый идти. Мне бывает страшно, потому что машин… Мне тем более страшно, когда двухстороннее движение, потому что надо смотреть сразу в две стороны и следить, чтобы машины переехали. Родителям нужно подробнее объяснять и показывать своим детям, как нужно вести себя на дороге. Любой ребенок всегда начинает свое обучение с того, что берет пример согружающих его взрослых. Не жалейте времени, научите ребенка правильно переходить дорогу и знать правила дорожного движения. Только благодаря такому подходу ребенка можно оградить от угрозы происшествий на дороге.